Тебе не кажется, что это всё как-то странно? Да ладно, блядь! Я вообще зимой уезжал! Здарова, братаны, вы на канале Дьюфплей, меня зовут Евгений, это бесконечное лето, пацанское лето, руд красного, и сегодня мы не будем убивать Виолу, а возьмём её с собой, погнали! Нет! Нет! Семён высунул магазин и разрядил пистол. Не визни только. Ой! Ой! Да шо такое? Убивать я буду тех, кто этого достоин! Что? Ты не достойна того, чтобы я убивал тебя! Крутяк! Семён выбросил пистолет в сторону и подхватил одной рукой Виолу. Та шо за хуйня? И помог ей встать. Она стояла очень неуверенно. Он сел на корта. Ты что делаешь? Зависает он. Я хуево знает почему. Залезай ко мне на спину! Я тебе не брошу! Не брошу, слышишь? Я вытащу тебя отсюда! Семён! Почему после фраз Виолы игра лагает? У меня ожоги на половину тела, если не больше. Я долго не протяну. Ай, аппо и мать. Оставь меня и спасайся! Залезай на спину, я сказал, блядь! Хорошо. Так, а что если мы сейчас... Перезагрузим игру? Так, перезагрузился. Смотрим, что получилось. Хорошо. Она более-менее залезла ему на спину. Семён встал. Обхватись руками понадёжнее. Ты уверен? Да. Единственное... Откуда я могу ждать спасения, так это с автобусной остановки. На руки, к сожалению, взять тебя не могу. Поэтому сама держись на мне. О, помогла перезагрузка. Крутяк. Она обхватила одной левой... Её ноги, которые свисали с боков. Они пошли в сторону автобусной остановки. Твою-то мать, как тяжело! Семён таки донёс Виолу до остановки. Они шли достаточно долго, поскольку Семёну было тяжело. Спусти меня, я сама дойду до автобуса. Уверена? Уверена. Ты сейчас надорвёшься. Он спустил Виолу. Она более-менее нормально стояла на ногах. Как ты? Сойдёт. А ты? Бывало и лучше, знаешь ли. Он достал сигареты. И мне дай штуку, пожалуйста. Чё? Дай сигарету, курить хочется, невозможно. Ты умеешь курить хоть? А ты умеешь-то курить хоть? Мальчик. Я всё-таки была молодой. Наверное, и поверь, справляюсь с сигаретами не хуже тебя. Бросила просто. Семён достал две сигареты. Одну себе, другую Виоле. Пачка закончилась. Он смял её и кинул под автобус. Он облокотился на стену и съехал по ней вниз. И что делать? Виола всё ещё пыталась стоять. Ехать в неизвестность, видимо. А мы уедем, думаешь? Не знаю. Посмотрим. Вариант сдохнуть тут мне не очень нравится, если честно. И да, спасибо тебе. За что? Как минимум за то, что не убил меня. И вообще за всё. Ты лучший. Ты там сказала, что любишь меня. Это правда? Виола улыбнулась. Нет. Просто надо же лирическую нотку, так сказать, добавить. Ха, ну ты даёшь. Я почти поверил. Наивный ты мой. Твой-твой, не переживай. Семён выкинул бычок. Куришь как черепаха. А молчал бы паровоз. Он заржал. Ладно, хорош хуйней страдать. Поехали кататься. И ничего-то, что водителя нету. Да я уверен. Как максимум раз пять-десять. Ха-ха-ха. А как максимум? Она опять ехидно улыбнулась. А как максимум всю жизнь... Всю жизнь с тобой трахаться должна. Неплохая перспектива. Знала, что тебе понравится. Стесняюсь спросить. М? Ладно, лгу. Не стесняюсь. Ты там ничего не повредила? Где? Ну, там. Виола закатила глаза. Боже. Просто ребёнок. Но ты как бы не ответила? Нет. Всё там в порядке. Не переживай. Ну, просто, мало ли, взрыв там взорвал не то, что надо. Вернее, то, чего не надо. Он улыбнулся. Пойдём уже, заботливый ты мой. Пошли. Семён, придерживая Виолу, за талию зашёл с ней в автобус. Они не стали выпендриваться и сели в начале автобуса. Виола положила голову ему на плечо. Как ожоги. Болят. Не переживай. Всё будет хорошо. Он поцеловал её в обожжённый лобок. Лобок? Лобик, может. Лобик, идиот. Ахаха. Я, блядь, сказал в лобок, значит в лобок. Не выпендривайся нахуй, а то ща вообще не тронетесь, понял, сука? Ахахаха. Хорошо, извини. Всё норм, братик, автобус трогается. Бабки ты проебал, конечно, но ничего, зато Милфу с собой утащил. Автобус завёлся. Чё? Какие бабки? Да так, никакие, живи дальше. Не-не-не-не, не прокатит. Про какие бабки шла речь? Про те сука, которые красный привёз. Так он всё-таки привёз их? Нет, блядь, он шутил. Ты чё, такой тупой? Я не пойму. А автобус развернуть никак? Автор нахмурился. А, это же я. Я нахмурился. Ещё раз такое спросишь, я тебе ебало на 180 разверну. Спи давай. Зачем? Я не хочу спать. Ай, не пизди, а. Я-то знаю, что тебя сейчас выключат. С чего бы? Ну, я пишу сценарий, как минимум, и поэтому ты отправляешься спать. Но я не хочу спать, значит, мне... Всё, спокойно и дрочи нахуй, сладких снов. Да уж. Ты никак не ожидал, что тебе удастся меня победить. Почему? Ну, ты казался мне тупым. Да ты и есть тупой, тебе просто повезло. Не, я всё спланировал. Красный улыбнулся. Ты спланировал? Скорее, я кое-что не спланировал. Ну да ладно. В любом случае, я считаю тебя умным. Ты всё-таки смог выбраться из лагеря. Да ещё и виолу прихватил с собой. Моё тебе уважение, благородный человек. Красный снял шляпу на секунду. И вновь надел её. Блин, а ты реально крут. Был до тебя один такой, который смог. И не ожидал, что увижу подобное снова. Но ты, признаться, намного веселее его. Не скажу, что умнее. Вероятно, это просто везение. Ах да. Деньги были на автобусной остановке. Зачем ему эти деньги? Пусть виолу на органы продаст. Эти ещё как всеку. Семён замахнулся правой рукой в шутку. Все посмеялись. Стоп. У меня есть правая рука? Да, есть. Не спрашивай, что, как и почему. Просто стой и принимай похвалу. Стой и терпи. Голос усмехнулся. А если без шуток? Ты точно тот, кто не станет терпеть то, что ему не нравится. И это одна из твоих лучших черт. Искренне рад за то, что ты выбрался. Да плюс ещё и с виолой. Не забудь диван подкрутить. Он всё ещё скрипит. Помнишь? Голос улыбнулся. Помню. Исправлю. Эх. Жаль, что так и не потрахалась с тобой. Ха-ха-ха. Не переживай. Потрахаешься с красным. Хоть ты особо и не проявлял никакой инициативы в сексе. По понятным причинам. Мне всё равно твой член понравился больше, чем его. Она махнула головой в сторону красного. Э-э-э. Семён заржал. Ну, а мне, к сожалению, не с чем сравнить. Поэтому для меня красный бок. Да я для многих бок. Да ладно тебе, бок. Сомневаешься? Ну... Трахал ты нас с Мику прям прекрасно. Очень благодарно. Просто у Семёна член больше и приятнее. Красный засмеялся. Ага, деточка. Главное не размер волшебной палочки, а умение ею пользоваться. Неплохо сказано. Чёрт, кажется, нас ждут. Уже? Да. Жаль, Виолы нету. Было бы веселее. Ну, ей-то теперь точно будет с кем повеселиться. Эх, лучше бы ты меня спас. Ах да, Лена. Прости за то, что убил тебя. Не хотел, не хотел. Да ничего страшного. На следующем витке отомщу. Боюсь, боюсь. Бойся. Ладно, Семён. Удачи тебе в жизни. Всех благ тебе с Виолой. Да, не проеби эту жизнь. Будь так добр. Надеюсь, у тебя всё будет хорошо. Ещё хочу тебя... Ну, хочется и всё. Ладно, я на том спасибо. Счастливой тебе жизни, Семён. Берегись себя. Пришла пора прощаться. Я искренне рад, что из тебя вышел хороший человек. А не то быдло, каким ты приехал. У Семёна потекла слеза. Оставайся таким же морально устойчивым и сильным. Тебе это очень к лицу. Ну и тракни Виолу, само собой. Семён улыбнулся. Обязательно, братишка. Спасибо вам за всё, друзья мои. Буду скучать по вам. И мы по тебе. Прощай. Семён очнулся. Продрав глаза, он понял, что сидит в автобусе. Следующая остановка конечная. Водитель начал трогаться. Командир, погоди. Чё ещё? Открой, пожалуйста, наша остановка. Ладно. Семён понял, что Виола спит у него на плече. Целая и невредимая. Виола, нам пора. Виола что-то промычала. Виола! А, что? Выходим. Семён с Виолой вышли из автобуса. Он сразу понял, где он находится. Только не понял, почему за окном лето. Где это мы? И что это за автобус такой странный? Чёрт. Мы у меня на районе. У тебя? Да. Что с твоей внешностью? Семён провёл рукой по голове. У него была короткая прическа. Ко мне вернулась моя внешность. Заебись. Расскажу всё дома. Но если вкратце... Добро пожаловать в двадцать первый век. В двадцать первый? Ты о чём? Ух, сколько же мне предстоит рассказать тебе. Нам... Нам... Была всё та же кровавая форма. А холод Виола был немного обгорелым. Пойдём ко мне. Куда к тебе? Домой? Куда ж ещё? Тут пару минут идти. А тебе не кажется, что это всё как-то странно? Да ладно, блядь! Я вообще зимой уезжал! Что? Эх... Расскажу тебе всё дома. Хорошо. Через какое-то время они пришли к Семёну. Это твоя квартира? Ага. Она взгля... Он взглянул на родную комнату. По щекам текли слёзы. Ты чего это? Да так, ничего. Ужасное прошлое в глаз попало. Ну ладно. И неужто ты жил в таком срачу? И что это за странный агрегат? Она показала пальцем на монитор. Потом объяснил всё. И да, срай, что ты вправду нереальный. Грязными приёмами орудуешь. Чем? Грязный приём. Когда любимый встречает в неубранной хате. Нет. Просто творческий беспорядок. Убираться будем? Будем. Но сначала мне предстоит сделать другой грязный приём. Какой же? Я хочу распаковать своё сокровище. Какое сокровище? Семён улыбнулся. Ты моё сокровище. И тебя я сейчас распакую. Виола улыбнулась. Распакуешь, распакуешь. Не переживай. Ибо жить мне так-то негде. Ну, кроме как здесь. Бля. А для начала давай переберёмся. Ибо вправду тошно смотреть на это. Ладно, как скажешь. Так и будешь пилить меня на протяжении всей нашей жизни? Конечно. А ты чего ждал? Эх, ну ладно. Потерплю. Но временами я буду делать так, чтобы ты лежал в конвульсиях от оргазма и умолял сделать это ещё раз. Семён охуел. Хорошо, убедила. Чё мне твоё убедило? Неси совокий веник. Тьфу ты. Видимо, не такой уже и счастливый. Конец. Продолжение следует. Наебал, не следует. Эгэ. Что ж. И на этом у нас заканчивается... Заканчивается рут красного. Конечно, я считал в паблике пацанского лета, что... Эээ... Элёня как бы пыхтел над этим рутом. Но чё-то мне больше понравился рут... Эээ... Хоррор рут. Не знаю почему. Ну, надеюсь, хотя бы вам понравится. А на этом сегодня будем заканчивать. Эээ... Спасибо, что продолжаете смотреть пацанское лето вместе со мной. Эээ... Встретимся где-то через полгода, думаю. Да, где-то так. А может и позже. А пока можете продолжать смотреть другие мои прохождения, ставить лайки под видосами, подписываться на канал, если ещё не подписаны. Обязательно тыкать ёбаный колокольчик. Так хоть как-то приходят уведомления о вышедших видосах. Ну, или в принципе можете заходить каждый вечер на канал. Видосы выходят абсолютно регулярно. Подписывайтесь на мою инсту, может быть начну туда наконец-то что-то выкладывать. Шо ж, вроде как всё сказал. Ах, да комментарии, суки, пишите. Они помогают в продвижении видосов. Донатичь не буду просить, вы всё равно этого не сделаете. Ну да и похуй. Что ж, а на этом на сегодня всё. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.